Россия собирается поставлять в Сирию свои противовоздушные системы С-300. Об этом уже неоднократно заявляли высокопоставленные российские чиновники. Одним из первых на эту новость отреагировали израильтяне. В Иерусалиме заявили, что если С-300 помешают выполнять боевые задачи, их просто уничтожат. Подробнее Сергей Оуслендер. Новость эту обсуждают очень активно. Экспертов интересует главное, смогут ли С-300 повлиять на действия израильской авиации. Я напомню, что после ракетной атаки, в ходе которой американский флот уничтожил инфраструктуру по разработке химического оружия, Москва заявила, что поставит Дамаску зенитные системы, причем совершенно бесплатно, для защиты от иностранных налетов. Каких именно, россияне не уточнили. Но, хорошо известно, да Иерусалим, в общем, особо это и не скрывает, что израильские самолеты регулярно бомбят Сирию. Или уничтожают конвои с оружием для террористов, или отвечают таким образом на обстрелы израильской территории. Ну, естественно, имеется в виду только на израильские налеты, потому что американских самолетов там нет, а С-30 сбивать американские ракеты она не может. И так поэтому, наверняка, в Израиле есть какие-то средства, о которых, не разумеется, ничего не известно, чтобы противостоять этим ракетам. Средства такие, скорее всего, есть. Во всяком случае, израильские летчики регулярно тренируются на Кипре противодействовать С-300, потому что на вооружении армии этой страны есть подобные системы. Кроме того, здесь накоплен огромный опыт по преодолению вражеской ПВО. Недаром же министр обороны Авикдор Либерман совершенно недвусмысленно заявил, что если это оружие будет использовано против израильских самолетов, его немедленно уничтожат. Теперь вопрос, где же оно будет размещено? Если на российских базах, в Хемимим или в Тартусе, то израильтяне его, скорее всего, атаковать не будут. А вот если за пределами, то тогда С-300 становится легитимной целью. Есть еще один момент. Многие эксперты отмечают, что, скорее всего, боевые возможности этой системы, что называется, сильно преувеличены. Во всяком случае, С-300 никогда не использовался в бою и был испытан только на полигонах. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.